Вот это образец тяжелого стрелкового, ну даже не тяжелого, легкого стрелкового вооружения. Атавизм Первой мировой войны, автоматическая винтовка Браунинга, была разработана, поставлена на вооружение в американскую армию еще в период Первой мировой, в 1918 году. На фронтах особо не повоевала, но активно себя как бы показала в период Второй мировой, в Вьетнамской войны, а Корейской войны в основном, и частично затронула Вьетнамскую. Несмотря на то, что там уже были пулеметы М-60, она все еще как винтовка дальнобойная, мощная, использовалась в Вьетнаме. По современной классификации можно ее определить как легкий ручной пулемет. Но для пулемета ей не доставало емкости магазина на 20 патронов. Собственно, для пулемета это очень мало. Поэтому она всегда позиционировалась как тяжелая автоматическая винтовка, либо просто автоматическая винтовка Браунинга, по классификации США. Использовала стандартный боеприпас винтовочный, длинный. Вот кнопочка выброса магазина, вот она сдвигается, выбрасывается, ставится новый. Затвор блокируется перекосом, боевой упор у него находится вот здесь вот, ручка взвода. Взвели, закрыли, можно стрелять. Стрельба, да, тоже с открытого затвора. Чем-то по конструкции напоминает наш пулемет Дегтярева. То есть, также у него пружина, здесь находится, стоит затворная рама пустая. В нее вставляется магазин. Это предохранитель, он же переводчик огня, одиночный или автоматический. На ранних модификациях был замедлитель, стоял темпа стрельбы. Можно было переключить еще темп стрельбы с быстрого на медленный. В таком положении, это положение блокировки. Здесь одиночный огонь, так автоматический. А у него в прикладе тоже какой-то механизм? Нет, он пустой. Вот, видно, что пустой. Сюда ставилась штырь для позиционной стрельбы, бункерной. То есть, можно было выставить. Вот это плечевой упор, для того, чтобы можно было стянуть. Он висел на плече. Сошки, опять же, для позиционной стрельбы, для стрельбы рук. С рук они снимаются, потому что они сильно перевешивают, неудобно. Они болтаются. И вот здесь еще я не стал брать. Здесь ручка для транспортировки. Я и сегодня брать с собой не стал. Ну и, соответственно, будем выступать. Я с него сошки сниму, потому что мне реально неудобно бегать с ними. А он редкий сейчас? Да. Их и так-то, их войну мало было выпущено. Это редкость не то, что у нас, это редкость даже в Штатах. Их очень мало. Сколько он стоит? Много. Много? Много? Ну как, хорошая иномарка? Плохая иномарка. Ну, тяжело сказать, понимаете. Чтобы его как-то оценить, его надо хотя бы попытаться продать. Желания такого нет. Потому что, ну, на замену это ничего не купить. Вещь просто уникальная, да. Да, таких вещей по всей стране, ну, я за свой опыт видел, только штук пять пробегало. Из них нормально работающих может быть один-два. Это может быть даже один, единственный работающий. А про остальные я не знаю. Вот так. А про остальные. Я не знаю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...